Таджикистан 7 июля 14 заключенных скончались во время этапирования из Худжанда в Душанбе. Официальной причиной смерти было названо отравление хлебом. 16 заключенных поделили между собой три буханки хлеба, после чего все они почувствовали недомогание, и лишь двоих из них удалось спасти стараниями медиков. Об этом сообщает Главное управление исполнения наказания Минюста Таджикистана. Между тем, уже 8 июля в соцсетях появились фотографии из похорон одного из погибших, Балиджона Одинаева, на которых отчетливо видны гематомы на его лице. Также родные и близкие еще двух погибших заключенных, Неккадама Салихова и Абдурахмона Абдурахмонова, заявили о наличии гематом и следов от побоев на теле своих близких. Процесс похорон по указанию спецслужб проводился наспех и под их строгим контролем. Все трое перечисленных заключенных были осуждены по так называемым религиозным статьям. Напомним, что это уже не первый случай гибели заключенных в пенитенциарных учреждениях Таджикистана. Так, за последние полгода в исправительных колониях Таджикистана погибло более 100 человек. Причем, если власти говорят о пресечении бунта, то родственники убитых и правозащитники считают, что массовое убийство было спланировано спецслужбами. В середине августа на территории двух стран, на севере Таджикистана и в Ферганской долине Узбекистана, пройдут таджикско-узбекские военные учения. Об этом сообщает Азия Плюс со ссылкой на Минобороны Республики Таджикистан. Очередные совместные учения вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана пройдут в два этапа. На первом этапе солдаты и офицеры двух государств будут отрабатывать вопросы взаимодействия с силами международного терроризма в горных условиях. А на втором этапе такие взаимодействия будут отработаны на равнине, сообщили Азии Плюс в оборонном ведомстве страны. Напомним, что это уже четвертые по счету совместные учения двух стран, проводимые после потепления в отношениях. Так, в августе прошлого года пограничники Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные тактическо-специальные учения «Джайхун-2018». А в сентябре прошлого года на территории северного Таджикистана впервые были проведены совместные военные учения спецподразделений Узбекистана и Таджикистана «Боевое содружество-2018». В апреле нынешнего года на полигоне Фахрабат Минобороны Таджикистана прошли четырехдневные совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений армии Узбекистана и Таджикистана. Наши двусторонние соглашения, они реализуются. Наблюдатели отмечают, что хотя учения проводятся под гидой совместного противостояния так называемым террористическим угрозам извне, на самом деле в них преследуются совсем другие цели. Ни для кого не секрет, что самой главной угрозой для режимов в странах Центральной Азии являются народные волнения. И по этой причине уже сегодня проводятся совместные учения вооруженных сил и спецподразделений. Нужда режимов во взаимодействии обусловлена тем, что регион является единым целым, а так как границы являются искусственными и в случае народного восстания в одной из стран, волнениями может быть охвачен весь регион. В Таджикистане один из банков преобразован из обычного банка в так называемый Исламский банк. Сахиб Корбанк трансформировался в ОАО Тавхид Банк. Такое решение было принято на общем собрании акционеров банка 12 июня, и процесс перехода находится на финишной стадии, сообщает пресс-служба Сахиб Корбанка. В сообщении также отмечается, что Сахиб Корбанк объявил о своих намерениях стать первым в Таджикистане так называемым Исламским банком еще в 2017 году. Тогда с Исламской корпорацией по развитию частного сектора ICD был подписан соответствующий меморандум. Эксперты отмечают, появление так называемых Исламских банков пришлось на момент всеобщего Исламского пробуждения. Однако на деле вся существующая сегодня система так называемого Исламского банкинга является клоном ростовщической системы банков в Исламском камуфляже. В книге «Риск-менеджмент Исламских банков» служащий одного из инвестиционных банков в Дубае признается. Мы работаем над переформулировкой одной и той же операции ростовщических банков, а потом связываемся с шейхом, чтобы получить сертификат халяль. Если муфтий не соглашается, ищем другого, предлагая большее вознаграждение. И так до тех пор, пока не получим сертификат. Большинство шейхов, выдающих фатвы, получают за это баснословные суммы, признается другой сотрудник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова